Всем привет! Сегодня у нас будет видео о турках, о Турции и, скажем так, обиженные наши мужчины в комментариях. Мне в основном всегда остается у меня такой комментарий на канале от них. Все бы хорошо, но не пойму, что вам дались эти турки. Да, если комментарии не матные, не оскорбительные, да, то в основном, что вам дались эти турки, почему вы на них залипаете, да что в них такого, обычные мужики, да и там всякие перечисленки какие-нибудь плохие. Я вот сегодня хочу видео объяснить, если кто-то не знает и не понимает, почему женщины, славянские женщины, в принципе, кстати, европейские и немки липнут на турков. Это видео будет относиться конкретно к туркам, а не ко всем мужикам на свете, но не вашей национальности или не с вашей стороны. Я говорю о турках. Все предельно просто. Девочки, кто в отношениях с турками, кто смотрит это видео, кто замужем, например, или кого интересуют турки, напишите свое мнение в комментарии, почему вас привлекают турки, чем они отличаются от других мужчин. Все очень стандартно просто. Вот для мужчин, которые у меня эти вопросы, я вам объясняю. Предельно просто. Это математика как дважды два. Женщина от восточного менталитета турков получает то, чего не получает у себя на родине, к сожалению. Проблема в том, что у нас перенасыщен рынок невест. Я говорю сейчас про Россию. И наши мужчины, я, кстати, замуж за туркой не планировала, так сложились обстоятельства. У меня не было проблем с парнями, например, в России, с ухажерами. И я никогда не считала, что турки лучше, например, русских мужчин. У меня есть прекрасные примеры, у меня есть друзья, русские наши парни. Здесь из России есть семьи, кто здесь в Турции работает, с женами приезжают. Мы тоже общаемся. То есть такой ревности как бы я никогда не отделяю там мужчин по национальности, вот что хочу сказать. И меня мужчины русские устраивали. И устраивают мои родственники, друзья, и мои подружки замужем за русскими мужьями. Как бы вообще проблем нет, я хорошо, короче говоря, отношусь, да. Но что я могу отметить, что у нас перенасыщен рынок невест, в принципе, на постсоветском пространстве. И наши мужчины реально, ну честно скажите, парни, у вас очень большой выбор, и конкуренция среди девушек очень высокая, и девушки получают очень мало внимания. И очень много мужчин, ну не все, но очень много, очень фривольно себя ведут по отношению к женщинам. Они не дают ласки, не дают заботы, внимания. Про каких-то простых элементарных вещей, как говорится у нас, да, женщина любит ушами. И наши женщины вот этой любви, ласки, тепла и заботы не получают. И так как мужчины очень многие расслабленные, наши бабы как бы спасительницы, что это большой их минус, это их ошибка женщин. Они мужчины расповадили, это поствоенное наше время, когда мужиков было мало, за них надо держаться, все на твоих плечах. Это все наши отголоски наших бабушек, мы еще переживаем, но, слава богу, общество переформировывается, растет и эволюционирует. Слава богу, в этом понятии. Но все равно женщины сами виноваты в этой ошибке, да, наши мужчины более холодны, меньше каких-то комплиментов и всего прочего. И ведь слишком высокая конкуренция. И женщин рождается еще больше, по статистике у нас и мужчин меньше. Короче, мужик в России это лакомый кусочек. Социально успешный, там, например, настроенный на бизнес, еще при этом тебе хороший семьянин с детьми играет, там, и все-все-все такое прочее, что женщине-то и нужно для счастья, как правило, стандартного, то это вообще на навес золота. И так как, скажем так, критерии отбора у мужчин более низкие в России, то есть у мужчин больше выбора, поэтому мужчины особо не напрягаются. И женщины, оставаясь недолюбленными, недоласканными, они клюют на то, где им это дают. В силу восточного менталитета, гостеприимства, в принципе, скажем так, проблема наших женщин очень искренней, и там стандартное вранье, ложь, просто, скажем так, красивое, правильное поведение к гостю, или еще что-то, они зачастую монету, это держат, они не разграничивают, где эта нотка поведения человека, его культуры, особенности, а где-то чистая, там, например, правда и искренность. У восточных людей есть такое, они могут быть двуличными, в нашем понимании, да, для них это норма, потому что это история, это люди-торгаши, это люди, извините, Стамбул, это была вообще метка мира, главный перевалочный пункт всех денег, всех товаров, всех продуктов, вообще всего в средневековье, еще и раньше гораздо, понимаете, с византийских времен. То есть это огромная торговая точка в мире, самое важное было, самое главное. И это осталось в их характере и в менталитете, поэтому турки очень красиво весят лапшу на уши женщинам. Ну, я рассказываю сейчас с точки зрения не как человека, живущего в Турции, я очень многое стала понимать и принимать их характеры, даю на это скидку, потому что ты в этом живешь, что никуда от этого не денешься, ты начинаешь их понимать, почему они так поступают, какие-то жесты их поведения, культуры, воспитания, да, наш манер это двуличие и вранье, у нас более прямолинейно, да, с этим. Так вот, женщины, знакомясь с турками на курортах, это, ну, это определенная каста, я об этом видео рассказывала, это очень маленький процент там приличных людей, скажем так, искренних, нормальных, адекватных, не пользующихся женщинами и все прочее. Но есть же те, кто в интернете знакомится там по работе где-то с кем-то, да, с турками. То я хочу сказать, что турок просто во время обхаживаний, флирта и всего прочего, ему пассия нравится, он старается показать максимально себя с лучшей стороны, не знаю, все, знаете, ковер из цветов устелить и вся прочая история. То есть вот эти широкие восточные жесты, чтобы, скажем так, подкупить к себе, расположить к себе, это и есть момент завоевания женщины, тогда как на родине она должна биться за мужика, за внимание, с конкуренцией с другой женщиной какой-то. Вот в чем разница, здесь она может, скажем так, расслабить булки и получать удовольствие. Плюс, восток, здесь очень красиво говорят, очень много, надо всегда смотреть на поступки. Вот в этих красивых сладких речах женщины поднимается самооценка, потому что что? При вот этом аморфном состоянии, влюбленности, женщина немножко тебя теряет, и она офигевает от потока комплиментов. Если она полная, то ей говорят, какая она стройная и красивая, если мужчине она там нравится. И это нормально, это не ложь, не какая-то правда. Любящий мужчина любит свою женщину целиком, принимается с лишним весом каким-то, как пример, да, это условно говоря. В общем, женщина забывает о своих комплексах, проблемах, она забывает, она слышит, что она красивая, что ее любят. Может быть, это и еще не любовь, а влюбленность, но она, женщина, любит ушами. Мужчина, вот он весь ответ. Она берет вот эту ласку, заботу, тепло, и то, чего у нее до этого дома не было, за что ей надо было вообще биться. Вот что скажу. А еще потом поймаешь мужика, надо еще держать, чтобы он у тебя не ушел, облагораживать быт его и все прочее, трястись за него. Ну, к сожалению, это большинство так поступают, не все, но это у нас установка от наших, там, истории нашей, от наших мам идет. А здесь это делать не надо. Женщина себе дает право расслабиться и ключевое, что я у всех женщин слышу, почувствовать себя женщиной. Потому что восточный мужчина, когда он любит, он превозносит свою женщину и говорит, что она королева, он ее готов носить на руках. Ну нет, за душой ни гроша, но он, не знаю, возьмет деньги, займет, кредит или еще что-то. Но он покажет ей такую картинку, чтобы она почувствовала себя особенной. Но проблема женщин в том, почему они разочаровываются. Потому что со временем, когда пропадает это время флирта, притирки начинаются, съезжаются и все прочее, женщина понимает, что жизнь здесь не сказка. И сказка была отчасти фальшивая, а он старался показать то, не как есть на самом деле. Его задача была охмурить, опавлинить, распустить свой хвост, расположить к себе. Но это уже другой вопрос, и другие проблемы здесь, да, начинаются. Но почему женщины западают на турков? Потому что в силу восточного менталитета турки красиво говорят, первое время красиво делают, располагают к себе. И женщины голодные до этого на это ведутся, скажем так, кидаются, и они думают, что так будет всегда. Но это огромное заблуждение, потому что в отношениях с восточным мужчиной, с азиатом, с американцем, с европейцем, неважно с каким, всегда приходит время притирок, всегда приходит время открытий каких-то, да, и всегда заканчивается конфетно-букетный период. И в Турции в том числе. Но здесь большая разница, если когда тебя так превозносит, у тебя муж будет любить целовать пятки, на руках носить себя, но потом ты поймешь, например, у него не столько много денег, у него какие-то есть проблемы и все прочее. Потом выпускаться в реальную жизнь довольно-таки больно. Притирки, вот эти все истории происходят больнее, чем с европейскими мужчинами. Тогда женщины, скажем так, еще могут натерпеться чего-то, да, такого неприятного, какие-то у них будут послевкусия. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, женщины любят ушами, турки в силу своего воспитания, восточного менталитета, очень красиво говорят, представляют товар лицом, как истинные торгаши. Вот и все. Здесь сходится два вот этих момента. Красиво говорят, поют, охмуряют жадные, жаждущие, обделенные женщины, которые именно этого и хотят. А вот уже счастливых браков из этого маленький небольшой процент, там уже начинаются притирки, кому как повезло, кто, точнее, не повезло, потому что люди сами выбирают себе партнеров. Кто как выбирал, кто на что смотрел, на что делал ставку, уже исходя из этого, дальше развиваются отношения. Ты что, я надеюсь, ответила на вопрос, почему женщины залипают на турков? Спасибо за ваше внимание. Я повсегда под видео оставляю свою почту для комментариев, ваших писем, историй или записи на консультации психологические. Пишите ваши комментарии, как вы считаете, почему турки могут охмурить хорошо женщин. Поверьте, это не только европейские женщины, не только славянки, но и со всех концов планеты. Я здесь вижу женщин, которые замужем за турками. Они это умеют делать со всеми нациями, поверьте. Скоро увидимся, всем пока.